Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем с вами анализ обстоятельств возникновения и развития Евразийского Союза. Идея, с которой выступил Владимир Владимирович Путин, она сегодня пробивает себе все более широкую дорогу. В дискуссию включились и политические деятели, и общественные деятели, и многие представители научной мысли, как гуманитарной, так и естественно технической. Мы рассмотрели целый ряд конкретных ситуаций. Мы рассмотрели, по-моему, уже с десяток представителей русской геополитической мысли, которые так или иначе ставили и решали вопрос Евразийского Союза. Ну, в том плане, в котором, конечно, исторические и конкретно ролевые условия позволяли им делать эти выводы. В частности, если кого-то интересует, то мы, можете обратить внимание, рассмотрели позиции Данилевского, Леонтьева. Мы рассмотрели военную школу русской геополитики. Мы рассмотрели школу собирания земель, представленную Сергеем Михайловичем Соловьевым, Васильевичем Ключевским. Мы рассмотрели, так сказать, позиции Алексея Ефимовича Ван Дамма. Наконец, впервые, наверное, на нашем телевизионном канале, а может быть и в российской научной среде, мы вспомнили о существовании Льва Ильича Мечникова. Это старший брат известного физиолога, который написал замечательную книгу «Цивилизация, речная цивилизация и ее, так сказать, перспективы развития». То есть, рассмотрели, наконец, географические позиции и географическую, геополитическую концепцию Семенова Тяньшанского, сына известного путешественника. Мы определили те позиции, которые связаны были с появлением таких новых научных дисциплин, как регионоведение, автором которой стал Семенов Тяньшанский. Это очаги цивилизационного развития или вахтовый метод освоения Сибири и Крайнего Севера. То есть, фактически, мы с вами приближаемся концентрическими кругами к той самой уже конкретной идеологии, которая позволяет давать ответ на вопрос, что такое Евразийский Союз и с чем его, как говорится, едят. Но прежде чем подойти к этому самому евразийскому терминалу, я бы хотел, не могу, как говорится, отказать себе в удовольствии, тем более, что это удовольствие редкого пошиба, и не напомнить всем нам о существовании великого нашего естествоиспытателя, основателя периодической системы элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. Он является одним из представителей вот этой самой географической школы русской геополитики и, безусловно, заслуживает самого пристального внимания и разговора в нашей с вами тематике. Дмитрий Иванович, он 1834-1907 год, и я должен сказать, что мало кто знает, что он был еще и вот экономистом и демографом. Вообще, сочетание естествознания с политической и социологической наукой для русской науки, извините за тавтологию, вот, так же естественно, как и многие другие вещи, которые наблюдались в системе Ломоносова. Ну вот возьмите вы Игоря Ростиславовича Шафаревича, нашего прекрасного математика, который пишет тоже о судьбах современной цивилизации. Он рассказывает о тех реалиях, с которыми столкнулась западнохристианская цивилизация. Он показывает роль различных этнических компонентов в этой цивилизации, в частности, еврейского. То есть, занимаясь математикой, в то же время Шафаревич не чужд и геополитическим, и другим вопросом. Еще раз хочу подчеркнуть, это приятная традиция для русской научной мысли. Ну, Дмитрий Иванович, я напомню, опять-таки мало, наверное, кто знает, может быть, химики. Сибиряк он, родился в Тобольске, в семье директора гимназии, вот, как и Александр Федорович Керенский, вот, как Ленин Керенский. И имел, в этой семье было 17 детей, представляете? Вот, Дмитрий Иванович оказался последним, 17-м. Вот, трудился, традиция для старобрядцев, 20-25 детей. Ну, 8 умерли в младенчестве, 3 не успели даже, 3 не успели даже дать имен. Вот такая была демография тогда. Может, отсюда и интерес у Менделеева к народу, населению и демографии. Дед по отцовской линии, священник Соколов, отец Дмитрия получил фамилию соседнего помещика Менделеев, мать из купцов, или купчих, как там правильно, самостоятельно прошла курс гимназии, то есть самородок. Управлялась стекольной фабрикой своего брата. Об этом мало говорят, но я напоминаю, специально напоминаю. Вот, женат был дважды. Первый раз Фиоза Никитична-Лещева. 1500 трудов было у Дмитрия Ивановича Менделеева. Конечно, основные по химии, но два из них, безусловно, представляют и наш интерес. Это «Заветные мысли» 1905 год и «К познанию России» 1906 год. В работах этих, написанных уже на склоне лет, Менделеев анализирует геополитические проблемы, которые видны его угасающему взгляду. Это его выражение «угасающий взгляд». Этот взгляд проник в сущность геополитических концепций и предсказал суть процессов, которые в третьем тысячелетии называют мобилизационными. Ну, более всего, цитируют у Менделеева его знаменитое высказывание о том, что к концу 20 века в России должно быть население 400 миллионов. В результате делают выводы, что, смотрите, сколько не добрала наша страна за 20 век. А? 160, простите, как 160? 130 миллионов было на 17-й год Российской империи, 139, ну пусть 140, как сегодня. Вот. Но не добрала-то сколько? 260 миллионов. Представляете? Только за 20 век не родилось и сгинуло в мировых войнах, в революциях, в стройках коммунизма и так далее. А? Я не знаю назвать, какой другой этнос, который сохранил бы свою жизнеспособность, нанеси ему такой удар, судьба. Ну, разве что еврейский. Тоже, в общем-то, в тяжелейших условиях, две с лишним тысячи лет, цепляется мертвой хваткой за жизнь. Молодец. Молодец. Так и надо. А третий этнос, который, я бы назвал, имеет такую же тысячелетнюю историю, это китайский, ханьский этнос. Я уже говорил об этом. У Гумилёва в его теории этногенеза полторы тысячи лет. И всё, и этнос умирает. Задаю себе сам вопрос и покойному Льву Николаевичу. Еврейский этнос две с половиной тысячи лет. Китайский этнос около четырёх тысяч лет. Живут. Правильно. Вы совершенно правы. Меняется сущность, меняется природная основа этнического развития, о чём и писал Дмитрий Иванович Менделеев. Как в еврейском, так в китайском, так и в нашем русском этносе. Если, скажем, Московскую Русь мы закрывали с вами, состоя из славянства и частично, так сказать, варяги, частично вливание произошло тюркский этнос, вот, то уже Российскую империю, Российскую империю мы с вами открывали в гораздо более многообразном этническом состоянии. Вот эти все моменты, они и позволяют этносу выживать на протяжении более чем полутора тысяч лет. Ну, развивается теория и Гумилёва, она же не стоит на месте. Тем более, что Лев Николаевич помер в 60-е годы, мы же не можем, так сказать, стоять на месте. Вот, Менделеев вывел главное, о влиянии природных условий на историю развития и политику государства. Причем он вывел вслед за Ван Дамом, вслед за Семёновым Тяньшанским, вслед за Мечниковым, следующие моменты, которые сфокусировал и проанализировал в своих заветных мыслях и к познанию России. Менделеев писал, что судьба России определяется шестью позициями. Первая, природой страны. Вторая, характером и природой её населения. Вот я уже говорил, многоэтничная русская нация. Это классическое определение Ивана Александровича Ильина. Почему в Конституцию не записать это? Что за многонациональный российский народ? Где вы его нашли? Давайте вместе поищем, так сказать. Может, я не прав. Правьте меня, так сказать. Я же не Менделеев, в конце концов. Меня можно и ноги вытереть, как это десятки раз уже случалось с русскими и советскими профессорами. Мы-то что, господи боже мой, как там это говорится, пыль, пыль лагерная, так сказать, летит, пускает, пышит. Третье, положением России среди других народов. Четвёртое, нравами и привычками всех её жителей. Всех её жителей. Понимаете? Тут никакой не мультикультурализм. Воспринимай только моё. И к чёрту чужое. Нет. В России такого никогда не было. В России всегда каждый имел своё. Плюс общее наше, русское. Тогда всё было в порядке. Никаких проблем не возникало. Обратите внимание, ленинское определение императорской России. Тюрьма народов. Тюрьма народов. А в этой тюрьме народов, так сказать, все народы развивались, будьте здоровы как. Причём не существовало никакого национального элемента. Делились по вероисповеданию. Православный, мусульманин, католик и тому подобное. Буддист. Идеальное, этно-духовное, этно-религиозное, если так можно сказать, основание для существования конкретной этнической обществе. Идеальное. Почему отказываемся от того, что работало? Тысячу лет работало. Нет. Берём. Ломаем. Но это тоже наша генетика. Пятое. И шестое. Господством воли правителей. Вот субъективный фактор, которого так избегал наш Ленин и Иосиф Сталин. Форма правления, считал Менделеев, не может быть случайной. Она устанавливается в течение всей истории страны. Ну, как тут не воскликнуть, так сказать. Ну, друзья мои, те авторы нашей Российской Конституции 93-го года. Ну, вы хоть прочитали эту книжку? Ну, хоть бы вспомнили, так сказать. Ещё раз я цитирую. В течение всей истории страны. Ну, где в истории нашей страны существовали президенты? Вот. Где существовали там... Ну, Дума существовала только в другом виде, так сказать. Где существовал там этот принцип разделения властей, так сказать. Никогда этого не было. Всегда была симфония властей. И явочным порядком все эти идеи так и торжествуют в современной российской реальности. Хотят наши кремнилёвские небожители или не хотят, а торжествуют. Так или иначе. Вы понимаете, что происходит, так сказать? Ну, так зачем же ломать? Не проще ли идти в келеватрию, вот как учит наш гениальный Дмитрий Иванович Менделеев? Нет. Не в коня корм. И третье. Зависит от совокупности особенностей как народа, так и государства. Ну, ведь очевидно, что наша государственность – это державная государственность. Держу в своих руках, то есть держу прозды, держу вожжи, управляю. Нет, вы думаете, какую-то суверенную демократию, так сказать, управляемую демократию. Ну, ладно. Менделеев впервые очень внятно и четко в русской геополитической мысли сформулировал основную ее категорию – народ. Это основа государства, – писал он, – это цель любой политики. Все проводимые реформы должны быть направлены на улучшение жизненных условий и на увеличение населения, потому что количество населения – это во многом сила и будущее любого государства. Ну, вы знаете, обратите внимание, хоть один наш правитель следовал этой заветной мысли Дмитрия Ивановича Менделеева. Какая аргументация? Территория России, – писал он, – настолько велика, что количество земли, находящейся, приходящейся на одного человека, будет больше, чем в Англии или Китае. Отсюда Менделеев делал вывод, что Россия вряд ли когда-нибудь столкнется с проблемой перенаселенности, а потому необходимо всеми силами способствовать повышению рождаемости, поскольку большое количество населения обеспечивает а. высокое развитие промышленности, б. дешевизму производимой сельскохозяйственной и промышленной продукции, а следовательно, в. экономическую и г. военную мощь государства. Ну, именно вот в этих традициях и развивалась Московская Русь, а вслед за ней, спотыкаясь, натыкаясь на собственную дурь, я имею в виду Петра Первого и прочих Романовых, Российской империи. «Земля является особым понятием, – считал Менделеев, – подразумевал под землей комплексное, сложное понятие, включающее и полезные ископаемые в ее недрах, и растения, произрастающие на ее поверхности». Может быть, поэтому никто не обращает внимания на Дмитрия Ивановича Менделеева, что все это целиком и полностью расходится с той политикой, которая сегодня проводится в нашем государстве. Я не исключаю такой мысли. Поэтому напоминаем о нем. Формула геополитики Менделеева – количество людей должно под конец быть пропорционально количеству земли. Что у нас сегодня на Дальнем Востоке происходит? В Сибири. Все наоборот. Земля навсегда останется первой основой народности и государственности. Без нее не мыслимы ни заводы, производящие питательные начала, ни государственная политика. Менделеев сформулировал такую ценнейшую мысль, как экономическое районирование. Для нашей страны особенно. Территорию России он разделил на 14 экономических краев. Сейчас существует 11 зон. Причем им учитывались природно-исторические особенности района. использование природных богатств, экономический профиль, место и значение каждого района в хозяйстве всей страны. Такое впечатление, что авторы Конституции Российской Федерации 93-го года понятия не имели о том, что такое районирование экономическое. 89 субъектов Российской Федерации. Ну сейчас 83 стало. Ну в какой стране? Следующее за нами государство, США, имеет 51, по-моему, или 52 штата. В два раза превосходит. Какое может быть тут самостоятельное развитие конкретного? Скажем, вот маленькое какое-нибудь, так сказать, там 500 тысяч населения. Зачем вот это нужно было? Сочинять все это. И еще одну мысль высказал Менделеев. Континентальность России. То есть преобладание именно сухопутной военной обороны и среды. Оборонительный характер континентальной России. Вот именно Евразийский Союз учитывает эти моменты. Он обязан их учитывать. Геополитика его к этому толкает, а не чья-то там гениальность. Назарбаевская или путинская. Русскому народу совершенно не свойственны стремления к каким-либо завоеваниям. Вот то, о чем мы неоднократно говорили. И, наконец, Менделеев совершил открытие геополитическое. Он впервые в истории нашей страны вычислил центр России. И вот тот самый Хартланд, сердце земли, о котором писал, так сказать, с такой тоской, потому что этого Хартланда не было в морской Англии, Маккиндер. Он выделил две центральные задачи. Территориальный центр государства и центр населенности. Менделеев привел в свои вычисления центра поверхности России и заключил, что он находится в северной ее части, между Обью и Енисеем, в Енисейской губернии, немного южнее города Тураханска, лежащего вблизи от Северного полярного круга. Ну, кому-то, может, это покажется тривиальной идеей. Из-за неравномерности распределения населения по территории государства, центр поверхности и центр населенности никогда не совпадают, писал он. Это различие особенно заметно в России, восточная часть которой заселена гораздо меньше, чем западная. Наконец, Менделеев спрогнозировал, что центр населенности при полном сохранении всей территории должен в России изменяться. И можно даже утверждать с уверенностью, будет двигаться в сторону благодатного юга, а вспоминайте Ван Дамма, солнце и юга хочу, и обильного землей востока, как того требует вся прошлая история нашей страны и ее современные и будущие благополучия. Вы знаете, ну, бальзам на мою, как говорится, израненную душу, когда я читаю подобного рода геополитические изыскания и установки. Потому что, действительно, вот именно эта мысль, она идет в кельваторе естественных условий развития нашей страны. Она не насилует, она, наоборот, помогает движению вперед этой самой естественности, этой самой великой русской равнини, которая является, значит, сердцевиной населенности нашей Российской Федерации. Горец Менделеев открыл значение и влияние Ледовитого океана для нашей страны. Ледовитого океана, а не какого-то не было другого момента. Ну-ка, смотрите, как сегодня развертывается ситуация в борьбе за Ледовитый океан. Оказывается, там сегодня сосредоточено 4 пятых нефти, газа и прочих полезных ископаемых. Как их взять? Ну, я думаю, это вопрос времени. За 20-25 лет техническое решение этой проблемы будет найдено. Так же, как оно было найдено для взятия, скажем, нефти в Мексиканском заливе. Правда, потом это забернулось драмой, если не сказать трагедией. И, наконец, последнее соображение. Внешняя геополитика с точки зрения Менделеева складывается. Малые народы, создание крупных союзов государств, времена военных столкновений прошли, считал он. И будущее за промышленно-экономическим, моральным и умственным развитием, носящий объединительный характер. Ну, вот вам, пожалуйста, конкретная идеология, конкретная цементология будущего Европейского Союза. «Трудно придумать что-либо еще другое». Да и не надо придумывать. Возьмите то, что наработано нашими ребятами. Изучите вот весь этот массив. Мы ведь с вами, как говорится, голопом по Европам. А если засадить за это, так сказать, наши научно-исследовательские институты, которые бедствуют и бездельничают в основном. Он выделил шесть крупнейших государств мира. На первое место поставил Россию, на второе – Германию, Францию, Северную Америку, Англию и Китай. Китай тогда находился в дохлом состоянии. Но Менделеев предвидел его великое будущее. Они сосредоточили в своих руках около двух третей населения планеты и сухопутной территории. «Потенциальные партнеры России», – писал Менделеев, – «Китай, Франция. Частично не нужно портить отношения Англия, Германия и Америка. Они никогда не будут нашими союзниками геостратегическими. Поэтому с ними должна проводиться политика мирного сосуществования». Это выражение Менделеева, которое потом заимствовал Владимир Ильич Ленин и воплотил на практике товарищ Сталин. Вот такие, товарищи уважаемые телезрители, размышления по поводу географической школы русской геополитики. Мы продолжим и дальше исследовать вопросы нашего идейно-политического, идейно-теоретического прошлого, связанные с формированием будущего Евразийского союза наций и народов. Благодарю за внимание. До свидания.